Всем привет! С вами Слава Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 23 июня. Начинать будем с биткоина. Сегодня обзор будет небольшой, потому что прежде всего у нас цена находится практически на одних и тех же отметках, возле 30 тысяч долларов. Ну и по вторую очередь сегодня у нас пятница. Это означает, что выходные впереди и скорее всего баллотильность будет у нас не очень высокая и в дальнейшем. Однако выходные, как правило, нам сулят довольно большое количество ложных пробоев, в том числе и ложных пробоев вот здесь 15-минутного диапазона, потому что цена, как правило, ну какие-то импульсы новые не формируют в преддверии выходных и на самих выходных, а вот повыбивать, скажем так, слишком уж опрометчивых покупателей, продавцов всегда пожалуйста. Поэтому здесь я бы, ну не знаю, максимально воздержался от каких-то краткосрочных позиций, потому что цена еще нам не раз нарисует, на мой взгляд, по крайней мере, какие-то ложные движения и ниже минимума в 29 тысяч 600 и возможные попытки там пробить 30 тысяч 400 и возможно даже 30 тысяч 800. Поэтому здесь следует к этому отнестись с определенной осторожностью. Если говорить про более крупный график, здесь также без особых изменений. С учетом того, что мы уже вчера обсуждали, я думаю, что сейчас будет формироваться нечто похожее, как ситуация с 14 по 16 марта вот здесь. То есть такой же был вот у нас довольно бодрый выход, после этого цена формировала паузу, далее было ложное движение наверх, после чего подбили все стопородера и после этого уже новый импульс. Здесь, судя по всему, будет практически то же самое. Опять же, я еще раз повторю, что мне кажется, здесь будут подбивать плечи, поэтому аккуратно. Плечо самое популярное в таких ситуациях, когда рынок начинает расти, это, как правило, десятое. Поэтому, если там ребята проснулись где-то тысяч по 30 или, например, прямо сейчас, глядя на график, хотят заскочить в паровоз на покупку, то, скорее всего, их ликвидация это где-то 1027. Не всегда, конечно, бьют прям вот такие тяжелые плечи, но вместе с тем следует обратить внимание, что коррекция, в том числе и до таких отметок, она возможна. Но в большинстве случаев все может пройти и более лайтовым. Дальнейшие цели, я повторюсь, там 32 100 и 34 700 долларов без каких-либо особых изменений. Цели подбиваются как высотой клиньев, так же и высотой, в принципе, фигуры, которая до этого у нас была пробита. Что же касается следующих монет, значит, по эфиру. Здесь у нас цена отскакивает от 1913. Скорее всего, здесь отскок будет немного поглубже, потому что эфир у нас после такого бодрого старта к биткоину довольно много растерял. И вполне возможно, что снова за этот лоу выйдет, прежде чем снова восстанавливаться. Поэтому по эфиру здесь, как бы так, ситуация очень пограничная. И я до сих пор по нему никаких трейдов здесь не совершаю. Что же касается потенциальных зон коррекции. Ну, самое базовое, наверное, вы сами видите. Это где-то 1829, далее 1770. Но я вам говорил, что возможно будет такой более глубокий ретест с походом где-то на 1700. Но это уже такие, знаете, как бы отметки, которые снова наставят сложную ситуацию. Потому что это может быть и сквиз, а может быть это уже и сам рост вот этот вот закончился. Поэтому там очень сложные покупки. Поэтому если бы я смотрел на лонги, то скорее смотрел бы с зоны 1830. Потому что этот диапазон еще, ну, похоже на то, что сохраняет здесь восходящий тренд. И какие-то лонги с этих отметок выглядят здесь относительно неплохо. Так, что же касается следующих монет. Дальше у нас это Binance Coin. По Binance Coin мы видим, что пока движение восходящее, оно не развивается. И вполне возможно, что не разовьется. Я на всякий случай еще раз повторю мысль, что Binance Coin сейчас от слишком большого количества факторов зависит. Его дальнейшее ценообразование, в связи с чем, как бы исключительно с технических каких-то параметров, графика, предсказать его очень сложно. И даже несмотря на то, что фигура до сих пор остается таким восходящим треугольником, сложным выходом вниз, это может и не развиться дальше. Поэтому я лично для себя принял решение. Я ничего по нему не открываю. И как бы советовать могу это только тем, у кого толерантность к риску находится на максимально высоком уровне. Теперь посмотрим на несколько новых монет. Начнем с Solana. В принципе, стартует он бодро. С 14.30 он уже неплохо подрос. И вроде как здесь такое некое развитие получает. Но для этого давайте сначала взглянем на такой часовой график. Здесь у нас расклад следующий. Уровень, который до этого пробивали, это 16.00 ровно. С большой долей вероятности график сейчас эти 16.00 снова произойдет ретест. Но скорее всего чуть более глубокий. В том числе за этот low может уйти и за этот low. И потом уже это движение будет развивать. Ну, в случае, соответственно, с позитивным биткоином. Поэтому я бы и точки входа также искал где-то вот здесь. На мой взгляд, ну, где-то вот здесь. Это диапазон 15.80-16.20. И именно от них пытался бы что-то придумать с точки зрения лонгов. Раньше этого делать особого смысла нет. Потому что вероятность того, что прям с текущих отметок у нас Solana пойдет дальше, она хоть и есть, но с точки зрения там прибыли к рискам соотношения, она, ну, эта сделка не очень хороша. Здесь все, что у нас есть, это вот этот вот low. От него не очень много стопов. На самом деле большое количество именно будет по 15.00. Где-то 80.00, возможно, даже немного ниже. Следующее это link. Link тоже довольно бодро здесь растет. Но вот этот вот перехай ему сейчас не дался пока что. Скорее всего, его еще немного откатит. Возможно, будет подбивание стоп-родеров вот здесь на 5.50, потому что уж слишком таким, с таким лакомым диапазоном он выглядит. Потому что здесь все, кто покупали на вот этом вот движении, таких покупателей, как правило, довольно много, потому что все любят быстрое движение. У них у всех стопы находятся сейчас ниже 5.50. Поэтому 5.50, выбивание вот этого диапазона, на мой взгляд, неплохой старт для того, чтобы в монету вписаться. Что же касается таких более долгосрочных перспектив, выглядит неплохо, с учетом того, что здесь двойное основание пробилось. И с большой, ну не с большой, но с определенной долей вероятности, выше 50%, скажем так, у нас цена здесь продолжит развивать восходящее движение. Потому что на более глобальном графике, там у нас боковой диапазон, сейчас еще более крупный график открою. И здесь как бы все вот это вот мероприятие выглядит как ложный пробой и с перспективой дальнейшего возврата. Вот, видите, то есть у нас очень давно здесь, у нас очень давно здесь уже боковое движение. И такой вот ложный выход выглядит как просто попытка сбрить стопы с целью последующего возврата к 8, возможно даже выше. Я до этого линк покупал, покупал его прям возле уровня. Но это было такое промечивое решение, потому что после этого много монет посыпалось, альткоинов, и забрали стопы, мой в том числе. Но вот сейчас на таком возврате вернуться в сделку выглядит неплохим решением. Ну и последняя монета на сегодня это биткоин кэш. Когда-то сильная монета, да, сейчас уже полный мусор. Но в том числе мы его рассматриваем, потому что волатильность у него в последнее время неплохая. Сейчас снова вернемся к кэшу, к BTC. И начало к доллару. Смотрите, расклад здесь в принципе следующий. То есть у нас цена подбила вот эту вот нижнюю границу диапазона, после этого начала подрастать. И сейчас снова к верхней границе подошла. С учетом того, что биткоин кэш вообще не славится, я не знаю, каким-то уж слишком частым истинным движением, или частыми восходящими трендами. Я бы сказал, что я вообще не видел никакого восходящего тренда уже по нему очень давно. Даже каких-то довольно сильных отскоков. То скорее всего он уже близок к своему завершению. Вот это вот текущее восходящее движение. С большой долей вероятности оно становится где-то в диапазоне около 160-170. Потому что здесь у нас такие довольно сильные хаиды, которых уже осталось не очень много. После чего это движение скорее всего сдуется. То же самое нам говорит и график принципа по отношению к биткоину, который тоже тут, видите, периодически формирует какие-то такие всплески. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Но они очень быстро здесь заканчиваются. Ну и ближайший, самый последний был всплеск. Это всеобщий сезон альткоинов в 2021 году. Но, как мы видим, после этого он даже близко не подбирался к этим значениям, которые я тогда достиг. Поэтому я лично не спешу, скажем так, доверять такому росту. Но если биткоин кэш у нас все-таки из этого бокового диапазона пройдет, вполне возможно, что неплохой какой-то рост он продемонстрируется. Учем на того, что накопление уже порядка года здесь проходит. И, скажем так, добраться там 2-3 зоны накопления наверх при самых лучших раскладах, там до 275, до 300 долларов, возможно. Но стоит ли на такие риски идти с учетом огромного количества альтернатив, это, конечно, вопрос. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируется то, что вы не готовы потерять. Всегда формируете несколько альтернативных точек зрения, с тверковым решением принимаете самостоятельно. Я с вам прощаюсь. Всего хорошего.